Всем привет! С вами магазин InBizShop.ru. Меня зовут Завел Феды. Сегодня я вам расскажу про рюкзак Novo Tour BlackCold. Объем 60 литров. То есть это у них черная серия, позиционируется как стильная черная серия. Выглядит довольно стильненько. Здесь красные такие стропы, красные молнии, красно-черный рюкзак. Симпатично. Трекинговый рюкзак подходит для непродолжительных подходов. Судя по объему, в основе лежит каркас из двух алюминиевых лат, профилированные для алюминиевой латы. Также регулирована по высоте подвеска. Система АБС-2. Тепенчатая регулировка здесь, метод перестегивания. Очень крупная рюкзак с такими крупными порами. Сделано это для лучшей вентиляции и лучшего теплообмена. То есть есть здесь попелек, небольшой рюкзакционный канал, ну и также вообще она в общем и целом не очень большая по площади. Соответственно, площадь соприкосновения рюкзака со спиной будет не очень большая. На S-образных анатомических лямках имеются D-образные кольца, имеется стяжной ремень с эластичным компенсатором таким. По моему личному ощущению, плотность лямок недостаточная для 6-см. рюкзака, даже я бы сказал, слишком мягкий. И дополнитель, по ощущениям, он дополнитель через какое-то время сомнется. То есть в хаотических местах, где именно самые большие нагрузки идут, сомнется. Общие, ощущения общие от материала. Здесь используется Oxford с таким мелким рюкзаком. Он гладкий, он мне лично напоминает какие-то дешевые китайские вещи, но посмотрим, как со временем покажется этот рюкзак. В общем и целом, есть закрепки, все как бы эффектно выглядит достаточно, но не внушает доверие. Далее мы расскажем, у нас регулируется по высоте грудной стяжной ремень. Затем подушка на поясе достаточно такая плотная, достаточно мягкая. Пояс у нас 3D пояс. Здесь идет с двойной регулировкой, то есть две пряжки. Вы можете отдельно отрегулировать верхнюю часть пояса и нижнюю часть. То есть они вот так у нас входят, то есть за счет этого будет пользователь будет испытывать комфорт при движении. Пояс застегивается на фастекс, такой большой 50-миллиметровый фастекс, фирму DuraFlex. И все это дело, то есть лексообразная здесь система крепления, вырегулируете при помощи обычных регулировочных пряжек. Затем высоте также противоваркирующие строкы, тоже фирмы DuraFlex. То есть фурнитура здесь такая более-менее хорошая. Затем на посаде резака, на основной его части, есть такая ярко-красная молния эффектная. Я думаю, она, честно говоря, больше для визуального эффекта, потому что карман здесь очень маленький. Не знаю, что вы сюда можете положить какие-то конфетки, или еще какой-то небольшой очень карман. Молния без названия, такого названия на молнии нет. Затем здесь вот есть также карман. Вот я его когда рассматривал, карман на фастексе, и реально, я не скажу, что у меня слабые пальцы, но мне его проблематично было открыть. Вот я даже сейчас, когда я начал открыть, нужно сильно, реально, сильно надавить, чтобы открыть этот фастек. То есть девушка, наверное, забавится и попросить кого-то, чтобы открыть этот фастек. Он открывается, и открывается довольно сложно. Назначение этого кармана, честно говоря, не до конца понятно. Снизу нет никаких отверстий, то есть если вы попали, посмотрите, если сверху пошла вода, то вот здесь будет лежаться вода. Есть вот здесь сбоку только небольшие рентгенционные отверстия, вот здесь вот с сеточкой. Если вы получите какие-то новые вещи, мы немножко будем делировать все это дело. Затем есть второе дно, он войдет, так называемые, вот торчат какие-то нитки кругом. То есть вот здесь при пришивании кулиска, кулиска с эластичной резинкой, мы очень аккуратно все это сделали. Так, фастексы, 20-миллиметровые фастексы, держат у нас второе дно. То есть вы сюда можете прицепить только что-то небольшое, допустим, тапочки какие-то или легкие кеды, вы можете сюда зацепить и переносить. Второе дно, у нас здесь довольно крупная молния, номер 10. Второе дно. Так, перегородки. Перегородки у нас здесь нет, это второе дно, это у нас получается просто доступ в основное отделение рюкзака. То есть рюкзак не делится, нет никаких перегородов, не делится он. Затем у нас есть также здесь красные петли для крепления горного оборудования, трекинговые балки, либо ледобуру, ледорубы, либо ледовый инструмент. Два крепления, здесь эластичная красная штука. Также у этого рюкзака у нас присутствует еще один дополнительный вход сбоку, то есть вход в основное отделение. Но, что интересно, здесь, чтобы попасть в основное отделение через этот боковой вход, нам все равно придется расстегнуть клаваный фастекс. То есть фастекс от клавана у нас приходит в район крепца, в районе крепления пояса, вот так по диагонали. Для меня лично это не совсем понятно, потому что из-за этого мы не можем прицепить и сюда никакого груза прицепить не можем. То есть если мы прицелим, нам нужно еще это дело мешать. Также из-за этого у нас эта стропа мешает открыванию молнии. То есть, чтобы попасть в основное отделение, все равно нужно расстегнуть фастекс и открыть молнию. И только тогда мы попадем в основное отделение рюкзака. Для чего это нужно, непонятно. То есть, если вы сейчас один раз стегнули, то можно и второй отстегнуть тогда. Причем, молния здесь не совсем силовая, как, например, на нижней стороне дне. Не знаю, нам ее совсем нужна, но будем думать, что это все нормально. Здесь у нас большой глубокий карман из эластичной сетки вот такого размера. Вы сюда можете положить либо какие-то мокрые вещи, либо там вообще мокрую обувь, она у вас по дороге проведется. Здесь вот есть вход в этот карман. Уже не знаю, что-нибудь понятно. Так, с этой стороны у нас второго входа нет. Есть только эластичная карна также. Ну и два фастных закрепления. Затем, вот так вот здесь все. На клапане есть четыре красные стропы. Вот такие, для крепления какого-то тоже можно закрепить. Проделить стропы, либо пришел закрепить, допустим, там, коврик, пенку или что-то такое, дополнительная легкая вещь, какую-то закрепить можно. Объем клапана. Объем клапана, в принципе, нормальный, достаточный. Двух замковой молнии стоит. Вот такие удобные прихватки на особачках с красной прострочкой, если так вот. Так, клапан на фасксах. Коврик можно его отстегнуть. С этой стороны два двенокировочные пряжки. Вот внутри клапана есть карман из сетки. Причем карман открывает, как бы, воздуховую верхнюю часть. То есть, сюда вы можете положить что-то и уже будете сразу видеть, что лежит там. То есть, это документ или что там. Сквозь это можно увидеть и сразу взять то, что нужно. Затем, с этой стороны у нас выход для шланга петевой системы. Ну, и внутри, соответственно, у нас есть карман для петевой системы. Тут у нас внутри есть на лизунах карманы. Если вы захотите достать латы, вот, кстати, вот так они выглядят. Профилированные латы до конца, пластиковая защита для перетирания. То есть, чтобы латы не перетирались строгой. Ну, на самом деле, это рюкзак. Так, ну, в принципе, внутри довольно аккуратно это все. То есть, щита, все обработано накантовочной тесьмой. Довольно плохо. Так, ну вот, это был у нас рюкзак от фирмы NovaTour. Черная серия. Рюкзак WebCold 60. С вами был Зайл Титер. Мы хотим видеть шоп.ру. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего доброго!